Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Добро пожаловаться. Я хотела спросить. Вы слушаете меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Ну что ж, начинается программа «Добро пожаловаться». И у нас на связи председатель правления товарищества Центра консультаций собственников квартир и председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. И также Айвер Гонтарев, наш эксперт с опытом управления, домоуправлением, в том числе и РНП. Здравствуйте. Доброе утро, Айвер. Доброе утро. Да. Доброе утро. Доброе утро. Можно присылать ваши вопросы в письменном виде на смс в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. 2-3-0-6-1-9-1. Очень простой номер. Ну, наверное, главная тема – это приближающийся отопительный сезон. И действительно, наверное, в этом году, может быть, многие захотят подключиться к отоплению попозже. И вот как мы знаем, что погода не всегда устанавливается сразу холодная. Сначала, может быть, какое-то похолодание, затем снова теплые дни. И многие переживают то, что становится жарко в доме, потому что вроде еще бабье лето, там солнышко начинает перегревать, остатки как бы такого постлетнего тепла. А между тем начинают уже греть батареи. И сейчас это очень ощутимо. Сразу же ты высчитываешь, сколько это отразится на счетах, которые ты получишь. Вот как это регулируется, может быть, можно ли каким-то образом договориться с домоуправлением, как должен дом решать, в какую поочередности подключают. И как действительно пытаться экономить на отоплении? Ну, я бы сказал так, что, во-первых, затягивание с подключением к теплу не ведет к экономии. Еще раз напомню, здание за летний период высыхает, оно сухое, теплое здание. И чем раньше мы начнем подключать здание к отоплению, тем лучше для него, тем оно более качественно войдет в режим отопления и позволит вам сэкономить деньги. Оно не намокнет. Потому что, если мы затягиваем, начинается подключение отопления глубокой осени. Да, вы выиграете десятки центов на квадратный метр отопления, там, 20-30, может быть, в нынешних ценах 40 центов. Но, на самом деле, вы проиграете гораздо больше, потому что здание насытится влагой, потом его надо будет сушить, высушить его уже в отопительный сезон невозможно. Соответственно, оно будет больше излучать тепла и больше будут теплопотери. На самом деле, надо не договариваться. Есть норматив о том, что в жилых помещениях должно быть не менее 18 градусов. Но, если вы хотите сэкономить, ну, примите общее повышение, что у вас в жилых помещениях должно быть не менее, там, не более 18 градусов. Можно наладить так систему отопления. Можно наладить систему, особенно в переходный период, когда вот начинается ночью или днем в дождливое время холодно, а в солнечное время тепло, автоматика настраивается на другой режим, на другой порог включения режима отопления. Допустим, мы у себя в кооперативе начинаем топить где-то в конце сентября, но настраиваем теплоузлы так, что отопление включается только при условии, если на улице плюс 7-6 градусов. В это время включается отопление, и это такой небольшой режим подтапливания. Собственно говоря, в холодное и сырое время отопление работает на минимуме, и оно подсушивает здание, не дает ему уйти в такое глубокое плохое состояние. У нас просто есть звонок 67212-93-9. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Господин Федорко, будьте добры, в каком нормативном документе это сказано, что вот горячая вода, ну там при выходе должна быть не менее 50 градусов? Не 50 градусов, а сейчас есть один норматив, который... Это тот норматив, на который вы ссылаетесь, это норматив для расчетов, для проектирования. На самом деле есть правила Кабинета Министров в санитарно-техническом состоянии здания, я сейчас точно из головы не помню номер. Там сказано, что на выходе из теплообменника горячая вода должна быть не менее 55 градусов. Так там сказано. И сказано это с точки зрения борьбы с легионелл. Еще раз напомню, 67212-93-9 это телефон и номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Что происходит, если у дома остаются долги по отоплению? А, ну давайте сначала еще один звонок примем. Здравствуйте. Извините, коротко в продолжении. А что будет, если мы, скажем, на общем собрании примем, ну как бы, что нас устраивает, скажем, 40 градусов? Ну, правила Кабинета Министра вроде незакон, может там наказание это может Айвар лучше сказать? Спасибо. Спасибо. Так, у нас... Мы до этого постановления, мы подавали горячую воду, во-первых, максимально температура, грели ее до 52 градусов, и такой горячей подавали только 8 часов в сутки. Остальное время мы подавали ее порядка 46-47 градусов. У всех это устраивало. В периоды такого интенсивного употребления мы подавали нормальную воду, а в остальное время пониженную. Новые правила Кабинета Министров мы посчитали, у нас это привело к тому, что мы повысили свое теплопотребление на 10-15%. Зачем это делается, я не знаю. По-моему, делается так, лишь бы сделать. Потому что, на самом деле, легионелла живет не в трубах, где идет циркуляция, она живет и размножается в душевых головках, в застойных отростках, которые находятся внутри квартиры. Для того, чтобы с ней бороться, нужно просто, если вы долго не пользовались водяным краном или душевой головкой, нужно просто в течение минуты-двух слить воду. Вот и все. Зачем вот это все делается, я не знаю. По-моему, это просто для отчетов каких-то. Но что будет, если мы нарушим эти требования и будет случай заболевания, я не знаю. Как минимум, административная ответственность. А что там дальше, я даже не знаю. Поэтому, наверное, лучше не нарушать. Ну, просто, очевидно, ответственность вряд ли кто-то захочет брать на себя. А вопрос, который, да, начали говорить о том, что если у дома остались долги по отоплению, еще не выплаченные, будут ли подключать? Вот могут ли здесь быть какие-то проблемы с подключением к отоплению? До сих пор были. До этого года были. Если у вас у дома были долги, то у вас были проблемы. Что будет в этом году, не знаю. Думаю бы, что будет то же самое. Потому что я бы сказал так, что при всем тяжести вопроса для населения, Рига Силтумс тоже, наверное, не везет. И можно откуда-то деньги брать, чтобы оплачивать полученные эти твои вывели. Но не знаю, что будет. Какими работают. Ну, будем надеяться, что ближе к отопительному сезону обычно люди просыпаются и понимают, что нужно все-таки погасить эти долги. Перед отопительным сезоном, каким образом можно попытаться подстраховаться? А, ну, еще один звонок. 6-7-212-93-9. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Да, вы говорите, пожалуйста. В эфире. Я хотел задать вопрос по поводу аллокаторов. И я читал статью господина Сидорко и там до конца не понял, что просто аллокаторы, как бы они не помогают, а помогают только в комплексе. У нас в доме стоят на батареях аллокаторы. А что значит в комплексе? Надо еще что-то, как говорится, добавить к этому. Ну, аллокаторы – это же счетчик. Пускай не прямого счета, но это счетчик. Он считает то, что у вас есть. Ведь на самом деле экономия не может произойти от того, что вы учили, сколько вы тепла потребили. Значит, должны быть системы регулировать. На самом деле, чтобы вообще вот эта вся технология, просто к аллокатору, наверное, ну так, просто более зримо, сказать, вот поставили аллокаторы. На самом деле должны стоять радиаторы, соответствующим образом подключенные, должны стоять в каждой комнате регуляторы подачи тепла на радиаторы. Только после этого, когда вы можете регулировать, вы имеете возможность, есть смысл учитывать. Если вы просто поставите сейчас любой учет на радиатор без регулировки и подачи тепла, ну и что, ну он покажет, что вы потребляете либо очень много, либо очень мало. А дальше что? Поэтому должна быть система, вообще эта система должна, вообще экономия от этих технологий проявляется не от того, что мы учитываем, от того, что при помощи регуляторов подачи тепла мы имеем возможность регулировать температуру в своем помещении по своим физиологическим потребностям, это первое. И уже регулируя, мы можем учитывать тепло, которое поступает в нашу квартиру, объем, который мы установили сами, и за счет этого либо получать экономию, либо не получать экономию. Потому что не факт, что если вы будете поддерживать в комнате 22-23 градуса, что вы что-то сэкономите. Несмотря на то, что у меня аллокатор, я закрутил свои батареи, и у меня аллокаторы показывают мало, от общего счетчика дома я все равно заплачу больше. Я так понимаю? Нет, вы неправильно. Вы задали вопрос, почему аллокаторы не дают. Аллокатор, как счетчик, не дает. Дает экономию регулятору подачи тепла, если вы сокращаете подачу тепла в свое помещение. В этом случае вы экономите. И аллокатор эту экономию у вас отражает. Но должна быть система регулирования. Тогда он даст экономию. А если просто, и у вас же, как я понял из ваших слов, у вас есть и регулятор, и есть и аллокатор. Значит, регулируйте и получите экономию. Хорошо. А как получить экономию на доме? Куда обращаться надо? К управляющему? На доме экономия, вот если вы пользуетесь аллокаторами, на доме она автоматически получается. Почему? Потому что если нет системы регулирования в квартирах, то, как правило, есть горячие и холодные помещения. И для того, чтобы в холодных помещениях хотя бы достичь нормативной температуры, мы вынуждены перетапливать какую-то часть дома. А вот за счет этих вот регулирующих приборов и учета, люди лишнее тепло не выкидывают в окошко. При помощи регуляторов подачи и отопления, они от этого тепла отказываются там, где не нужно. Соответственно, оно появляется там, где нужно. Выравнивается теперь распределение тепла по дому. За счет этого мы и получаем экономию в основном. А дальше уже начинается вопрос, как вы будете индивидуально экономить. То есть будете ли вы сокращать потребление тепла, если уходите на работу и так далее. Но в первую очередь, задача всего этого – выровнять потребление тепла по дому, отказаться от личных энергозатрат, потому что оно неравномерное. И следующее – это уже рационально использовать тепло в каждой квартире. Я понял. Спасибо. Спасибо. Ну, а мы продолжаем всю тему отопительного сезона грядущего. И что делать, каким образом дом может пытаться подстраховаться от того, что начнется отопительный сезон, придут очень большие счета, которые просто люди не в состоянии будут оплатить. Ну, просто вот физически у них не хватит денег на это. У меня нет ответа на этот вопрос. Может, у Айвы есть? Я просто забился с задачей смотреть, какого числа у нас выборы в стране в этом году. Первого октября. Первого октября. Да. Из-за этого, я думаю, здесь как, политики до последнего будут тянуть. Рига Силтамс до последнего будет говорить, что только после уплаты долгов будем подключать. Но в целом, я думаю, не выдержат и будут подключать дома с долгами. Это мой прогноз, потому что в прошлом году уже не выдержали. И прошлый год был первый, когда Рига Силтамс подключал дома с долгами. Ну, то есть в этом есть свои плюсы, свои минусы. Но, в всяком случае, это как минимум справедливо к тем, кто заплатил. Я думаю, такая практика и должна быть впредь. И взыском, долгом нужно, скажем так, это делать в юридических рамках, а не путем шантажа всего дома. Что, ребята, у вас не оплачено, и из-за этого страдают все. За эту систему мы боролись с Сергеем уже лет 15, и будем продолжать бороться. Чтобы это было так, и чтобы те, которые оплатили свои счета по теплу, что они не должны страдать из-за такой ситуации, что вот есть политическое решение не подключать дома. Из-за этого я посмотрел, когда выборы, для нас всех было бы лучше, чтобы сентябрь был холодный, по возможности, чтобы этот момент наступил по отключению к теплу до выборов. Тогда большая вероятность, что просто будет политическое решение подключать дома. Но вот, к сожалению, вот такое, может быть, циничное мнение. А сейчас возможно ли каким-то образом, пока еще лето, создавать какие-то накопительные фонды, которые помогут справиться? Ну, пока сейчас не очень большие счета. Конечно, если долг принимает решение, то конечно. Все-таки, несмотря на то, что мы рассчитываем на политические решения, на какую-то государственную помощь, я думаю, все равно жизнь есть жизнь, и долги – это вещь неизбежная. Они там… нельзя запускать этот вопрос, но тем не менее они появлялись, исчезали, и появлялись, и исчезали, и будут появляться. Это жизнь. Но на самом деле иметь резервный фонд, скажем, в размере месячной оплаты за отопление – это было бы очень правильно. Это позволило бы без напряга пройти отопительный сезон. Ну, представьте, что вот весь дом – это просто вот большое домохозяйство. Да, это так же самое, как в нашем с вами любом домохозяйстве. Есть хорошо, когда есть хоть какие-то накопления, да, там, в размере одной-двух зарплат, трех зарплат. Но тогда вы себя чувствуете получше, вы понимаете, что вот при каких-то обстоятельствах у вас будет возможность, там, вот, где взять деньги. Так же самое, один большой вот многоэтажный дом с многоквартирами – это тоже одно такое большое домохозяйство. Если у него нет никаких резерв, да, тогда нет возможности каким-то образом перекрывать эти долги. Из этого нужно всегда интересоваться своим домом, да, активно участвовать в его жизни, да, и в решении всякого рода вопросов, и так же из этого и копить. Зная, для чего вы это делаете, не просто копить, да, а накапливать для определенных нужд, да, ну, потому что ни один из домов сам по себе не становится с каждым днем моложе, да, наоборот. Его нужно все время копить и вкладывать в дом необходимые вложения. А как принимается этот вопрос? Ну, то есть, для того, чтобы домоуправление начало создавать такие накопительные фонды, это жильцы дома на общем собрании должны решить, что вот мы решаем, что… Да, 51% должен проголосовать за создание такого фонда, назначить, согласен, утвердить размер платежа и утвердить цель использования этих денег, и все. 51%? То есть, это большинство решает? Да, простое большинство коэффициент. А что делать все-таки вот с недобросовестными жильцами, которые, например, вот не будут платить вот этот фонд, значит, накопительные? Это такой же долг, Олег, это такой же долг, как и все остальные, потому что в законе четко сказано, что вот размеры и виды платежей за коммунальные услуги и прочее решают собрание дома, и то, что оно решило, это обязательно для всех. Если он не платит в этот фонд, это значит, что он должник. С ним все меры юридического воздействия. А какие вот это, может быть, для наших слушателей, ну еще раз… Ну, я бы сказал так. Ригас нам, Паралдникс, выбрал путь коллекторов. У нас в кооперативе это путь в суд. Вот не такая сложная процедура, не требует больших затрат и очень эффективна. Ведь цель же не наказать человека и цель не лишить его квартиры. Цель гарантировать обществу возврат денег, которые мы так или иначе вынуждены тратить на должника. Потому что все-таки независимо от того, что должник не платит, дворник работает, ему платится полная зарплата, а технический персонал, администрация работает и полностью им платится зарплата, полностью практически оплачиваются коммунальные платежи или в известных пределах. Так что все это работает, и человек, ну все равно он должен. А взыскать можно. Это сейчас, если не отдавать этот процесс на самотек, а методически им заниматься, то это не представляет такой большой проблем. Да, временно это может. Ну, допустим, я могу привести пример. Умер человек, а родственников нету, а возможные потенциальные родственники где-то глубоко за границей неизвестны. Ну вот вопрос, скажем, возбуждения наследства и поиска этих вот потенциальных наследников, это занимает время, и там может вырасти объективный долг за квартиру. Он потом вернется, но вот на этот случай нужны такие вот резервы. Любое рассмотрение долгового вопроса в суде – это 6-7 месяцев. Тоже на вот такие резервы нужны. Ну а эти деньги всегда, они гарантированно возвращаются. Сегодня, если ты работаешь с должниками, то невозможно должнику убежать куда-либо. Можно ли вот предположить, что с вот этим новым отопительным сезоном, действительно таким очень затратным по деньгам, будет тенденция перебираться людей в меньшие квартиры, потому что, ну вот даже достаточно простые примеры привести. Когда-то жила семья, например, в трехкомнатной квартире, вот кто-то уехали, например, там одно поколение уехало на заработки за границу, умер там один из членов семьи, вот может остаться один пенсионер в этой трехкомнатной квартире. Ну просто вот сложились так обстоятельства. Вот и понятно, что сейчас ему уже трехкомнатную квартиру просто не потянуть, хотя с этой квартиры может быть связаны какие-то воспоминания, там остались вещи, там уехавших, которые, мол, теоретически могут вернуться. В общем, очень сложные такие, ну вот жизненные ситуации, вот как в них себя вести правильно? Ну я могу сразу сказать, я не наблюдал, чтобы такие люди съезжали с этих квартир. Во-вторых, если бы у нас было вообще в традициях, как на Западе, где в основном арендный жилой фонд, они переезжают каждый раз, когда меняют место работы, чтобы, ну, находиться в шаговой доступности от работы. Примерно так. У нас такой традиции нет, и люди прикипают к одному месту, к этой собственности. До сих пор, несмотря на то, что люди приходят и говорят, что у меня пенсия 250, и мне не хватает на оплату квартиры, а квартира у нее трехкомнатная, я не видел такой тенденции, чтобы люди избавлялись от жилья. Во-вторых, я не вижу обменного фонда, я не вижу, хорошо, я не вижу такого вот прямо наличия на рынке или арендных маленьких квартир, или квартир в продаже, что вот можно легко взять и трехкомнатную продать, и еще при этом не потерять в деньгах и переехать в знакомые. Я что-то не вижу таких предложений в массовом порядке, может быть, где-то кто-то. Ну и третье, когда мы говорим о пожилых людях, особенно людях уже в возрасте, как правило, для них смена места жизни – это больше, чем просто смена места жизни. Это часто бывает для них, вы их вырываете из их маленького социального мирка, и это для них очень полезно. Не знаю, я не верю, что такое. Говоря вот про действительно обменный фонд, есть статистика о том, что строительство нового жилья в Риге, в частности, очень сильно отстает от темпов Вильнюса, Таллина, и вот действительно недостаточно много строится, а между тем уже приходит и в негодность тот жилой фонд, который был построен там в 60-е, 50-е годы. Вот это может стать проблемой? Это не связано. Здесь идет речь о том, что это рынок нового жилья, сколько он строится, в каких темпах. Темп – это простые закономерности экономики. Есть спрос, есть предложение. Просто в этих странах экономика развивается намного больше, быстрее. И если вы посмотрите, насколько Рига отстает от Вильнюса, на Таллина, это уже 5-7 лет как минимум с точки зрения экономики. Ну и если мы говорим про пенсионера, который живет, то, что мы как пример только что обсуждали в трехкомнатной квартире, а какая у него альтернатива. У него нет альтернативы продать свою трешку в старом доме, чтобы купить новую однокомнатную квартиру в новостройке. Там, где цена за квадратный метр для однокомнатной квартиры, уже будет 2-2 200 за квадратный метр. Ну, это не решение. Это не решение. И если в целом мы посмотрим на жилой фонд, то что с ним делать. Мы же тоже всякие участвовали в мероприятиях, которые организовывали всякие европейские фонды и министерства по экономике в свое время. Наше мнение осталось неизменным о том, что есть всякие варианты, что сделать с тем жилым фондом, который у нас есть. Уберя во внимание, в каком он состоянии, это раз. Второе, что его можно восстановить. Его объем в целом, сколько есть бэушный жилой фонд. Уберя во внимание цену постройки нового квадратного метра, мы никогда не сможем просто так снести все, что понастроили, и строить заново, и переселять людей. Никак, это невозможно. То есть единственный вариант – это восстановление домов. Вот то, что, например, Сергей делал в своем кооперативе, то, что мы там делали в других городах вместе. Да, это единственный правильный вариант. Потому что, ну, сравните просто аккуратный метр в новостройке сейчас. Да, он там был, когда он там был 1300, 1400 еще были какие-то варианты. Сейчас он зашкаливает за 2000. Да, и вратный метр вот в серийном доме советской постройки. Ну, и не зря этот вопрос изучали в свое время с профессорами РТУ, технического университета, и доказали о том, что если дома правильно обслуживать, они будут стоять. Они еще просто стоят сто лет, как минимум. Ими нужно заниматься, правильно восстанавливать. И это единственный правильный путь для Риги. И почему у нас так не строят, так как в Эстонии и в Литве в таком объеме? Ну, очень просто. Экономика Латвии просела. Она, вот в сравнении эстонцы и литовцы, они убежали вперед. Посмотрите, их средний зарплат Рига, Латвия сильно отстает. Из этого, ну, мы просто вот как средний работающий человек, мы не можем себе позволить покупать за такие цены новые недвижимости. Сейчас этот рынок, он скоро рухнет, потому что будет происходить сейчас выбрать денег. Во время ковида люди накопили очень много денег на счетах платежеспособных. Сейчас они покупают квартиры. Ну, купят они квартиры, да. Это ведет вверх сейчас цену этого квадратного метра в новостройке. Но уже сейчас скоро деньги закончатся у людей. Раз, и цена квадратного метра уже подскочила до небес. То есть единственный вариант для вот среднего рабочего – это вот восстановление. Идти путем восстановления того фонда, который у нас уже есть. То есть получается, что вот достигла предела, да, эта стоимость новостройки. Да. Посмотрите восьмой год, что происходило с показателями в восьмом году, с рынком, как взлетела цена и как она потом летела вниз. Да, мы очень близко опять к этим всем факторам. Да, и на данный момент уже цена стройки тоже вскочила вверх. Уже выше некуда, да. То есть те проекты, которые большие, застройщики, которые были начали, они, конечно, будут продолжаться. Но вот сейчас посмотрите, сколько новых застройщиков сейчас будет приостанавливать свои проекты. Их будет много, да, потому что мы летим никуда, не в ту сторону. Потому что нужно экономику развивать, да, она у нас не развивается. И накануне у нас третья волна COVID и отопительный сезон. Так что здесь будет много факторов, из-за чего, к сожалению, но вот рынок рухнет. Давайте говорить так. Для того, чтобы привести сейчас в порядок серийный жилой фонд, основную массу, нужно вложить 300-400 евро в квадратный метр. Это очень хорошая глубокая реновация. Здание становится энергоэффективным, дешевым в эксплуатации и так далее. И простоят, как оно, как я уже сказал, вплоть до столет. А что будет, если мы этого не сделаем? Просто-напросто эти здания начнут выходить из строя. У меня вопрос такой. Еще, видимо, стоимость строительства нового определяет и наличие инфраструктуры. Наличие тепловых сетей, наличие электрических сетей, наличие водоснабжения, канализации. Потому что, в принципе, в Риге все площади заняты серийными зданиями. Значит, строить фактически можно где-нибудь либо на границах города, либо выискивать какие-то точечные места, которые не могут быть массовым предметом застройки, где-то внутри квартала. На самом деле, должен пройти через какое-то время, через пару поколений, должен пройти плавный переход из имеющегося в живого фонда вновь. Но для этого нужно создать условия, чтобы старый живой фонд служил максимально долго и появился резерв переселенческий, чтобы можно было где-то снести там несколько зданий и уже на их месте построить. Но этого ничего нет у нас. Мы стоим на месте, а я боюсь, что нынешние цены на теплоносители и на энергоносители, я боюсь, что если они останутся на таком уровне, то вообще-то никакой вещи о новом быть не может. Ну, смотрите, ведь в районе улицы Ханзас там как будто бы ведь были планы огромной застройки целого чуть ли не микрорайона, элитных зданий. Но сейчас, правда, это все вот... Что-то строится, какие-то, по-моему, офисные здания, они жилые, но часть заморожена. Не, ну, в Сканстане она будет строиться, там сильные застройщики, они, скажем так, это высший класс, ну, элитный класс, можно сказать, да, там, посмотрите, какие-то цены аккуратного метра. На тот уровень, ну, люди, у которых есть деньги, они там будут и снимать эти офисы, и покупать квартиры. Да, но если мы сравниваем вот средний рабочий класс города Риги, да, среднюю зарплату, может человек, вот, работающий в Максиме, пойти там купить квартиру? Нет. Может человек, работающий там в Максиме, в Сканстане, снять там квартиру в этой новой стройке? Нет. Для вот среднего класса вот то, что доступно, это бэушный жилой фонд, с которым нужно заниматься, да, там, и там все, что мы там строим, это все для людей, которые выше среднего, да, там, новые профессионали, которые там, ИТ-люди еще где-то, которые работают, которые хорошо зарабатывают, они могут себе позволить, но это 5-10% населения, 5-10%, да, но мы говорим с Сергеем, мы заботимся о тех, остальных 90, что делать с остальным 90, вот, это нас волнует. И здесь единственный вариант, ну, мы всяко просчитывали, вот, все эти годы, там, брали во внимание, там, другой опыт, там, Москвы, Польши, Литвы, Эстонии, ну, везде смотрели, да, там, сравнивали, что делать, ну, единственный вариант – правильное восстановление, правильное, да, там, были всякие в началах реновации, там, всякие ошибки, но за это время они же правильные, есть уже набран опыт, и, ну, просто нужно восстанавливаться, и нужна поддержка государства, политическая поддержка, чтобы это делать, как это делать, мы с Сергеем знаем, мы подсказывали, и всеми министерствам, и так далее, какой фонд нужно создавать, и как сама экономика будет все это поддерживать, и всех же налогов, которые будут заниматься во время стройки, или реновации, да, все те же, опять налоги вкидывать в грант, да, то есть, ну, это все работает в Эстонии. Ну, я смотрю просто, что время у нас действительно уже подходит, программа к концу, а, может быть, стоит продолжить вот этот разговор о реновации, ну, так более подробно поговорить на эту тему, откуда деньги, каким образом вот люди среднего класса могут найти средства для того, чтобы вложиться в реновацию своих домов. Пока же спасибо всем тем, кто звонил, задавал вопросы, и благодарим наших экспертов. Я напомню, что на ваши вопросы отвечали сегодня Сергей Сидорко и Айвар Гонтарев. Я вижу, что есть у нас, просто мы не успели звучать вопросы с WhatsApp, я обязательно их передам, и мы следующую нашу программу продолжим прямо вот с ответов на эти вопросы. Спасибо большое. Всего доброго и до свидания. Всего доброго. До свидания.